Кремль подтвердил ужесточение ограничений на зарубежные поездки чиновников и глав госкомпаний. Словом Пескова, в одних местах они формализованы, в других зависит от решений по конкретным сотрудникам. Некоторых госслужащих, по данным Financial Times, даже попросили сдать загранпаспорта. При этом уже есть тенденция ограничений не сверху, а снизу. Выезд чиновников ограничивают не сверху, а снизу. Пресекретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Financial Times подтвердил информацию об ужесточении правил выездов. Для некоторых госслужащих и высокопоставленных сотрудников госкомпаний решение по поводу разрешения выезда за рубеж зависит от сферы деятельности, в которых занят госслужащий. Ужесточение ограничений произошло для тех, кто работает в чувствительных сферах экономики. По мнению газеты, составленной на основе бесед с другими бывшими и нынешними чиновниками, меры безопасности в разных госучреждениях различаются. В частности, в некоторых даже высокопоставленным сотрудникам разрешают выезжать за границу в разумных пределах. В то время как другие компании просят воздержаться от поездок даже работников среднего уровня. Как все это понимать, комментарии Георгия Буфта. Заголовок и сам заход статьи Financial Times, который давал комментарий Песков, звучит почти зловеще. В России изымают паспорта высокопоставленных чиновников, чтобы исключить случай побега. И все это, мол, паранойя, продиктованная страхом перед утечкой информации в духе советских времен и так далее. Британская газета чуток передергивает, потому что даже в советские времена те, кому уж приспичило бежать за границу, это все равно умудрялись делать. А если представить себе нынешнего потенциального высокопоставленного беглеца, то, во-первых, и он, и все его окружение прекрасно знают, что изъятие паспорта является далеко не самым главным сдерживающим фактором, чтобы соскочить туда, где тебя никто не ждет и обложили санкциями по самое уж. Во-вторых, никаких проявлений нелояльности в высшем госаппарате нет, и потенциал такого пока не просматривается. Однако, в каком-то смысле, отсыл FT к советским практикам обоснован. Власти все чаще прибегают к методам политической реконструкции, явно держа в голове за идеал некий советский образец. Теперь вот в том, что касается выезда из страны, каковая проблема в СССР была больной темой для номенклатуры и интеллигенции. На фоне резкого обострения отношений с большой группой государств коллективного Запада, в головах у многих инстинктивно возникает мысль об осажденной крепости, которую надо законопатить еще плотнее, как на предмет предотвращения вредоносного влияния извне, так и на предмет сокращения общения с иностранцами всех, кто, согласно классической шпиономании, может стать объектом провокации, вербовки, а то и, не дай бог, ареста по запросу вездесущих американских спецслужб. Частично, наверное, есть основания и для таких опасений, однако ведущий мотив скорее все же инстинктивный – закрыться поплотнее. В начале текущего года было несколько скандалов, связанных с отдыхом за границей провинциальных чиновников, которые заведомо не интересны никаким спецслужбам. Однако само понятие «разъездились тут» показалось многим несовместимым с нынешними непростыми временами, посему на региональном уровне чиновникам и депутатам неофициально запретили отдыхать за рубежом. Не так, чтобы законом, что противоречивало бы Конституции, а посредством блистательной еще советских времен формулировки «считаем нецелесообразным или крайне нежелательным». И попробуй ослушайся. Тогда тот же Песков уверял, касательно запрета чиновникам выезжать за границу на отдых, каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует и, по крайней мере, в администрации президента не обсуждается. Зато Дума еще в конце января, по предложению спикера Вячеслава Володина, приняла поправки в регламент, в соответствии с которыми депутаты и помощники должны уведомлять о поездках за границу руководства палаты и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах. Ровно тем же путем пошел процесс на уровне компании и организаций. Сами все, сами. Ровно по такой же логике сейчас, кстати, все чаще раздают повестки в военкомат. По месту работы. На корпоративном уровне и руководстве, главное, так называемые первые отделы отлично сориентировались, быстро поняв, куда и откуда дует ветер. В советское время ведь тоже вроде как тотального запрета на выезд не было. Но была страшно муторная и унизительная процедура получения разрешения на выезд. В результате которой соискатель путевки куда-нибудь в Югославию, а то и во Францию, мог услышать. Но зачем вам это за границей? Вы еще по родной стране мало поездили. Да и производственные показатели у вас неважные. Или, скажем, партком решить, что потенциальный турист разведен и морально неустойчив, стало быть, может стать жертвой провокации за границей. Или у него за этой границей вообще живые родственники, что вообще пятно на репутации и анкете. И вот теперь отчасти реконструируется примерно аналогичная система. Выезд начальства отдается на волю, но и под ответственность высшего начальства. Легко предположить, что невыездной начальник начнет косо смотреть на уже своих подчиненных. А чего они-то все еще ездят, если я тут сижу? Как говорит тот же Песков, в ряде случаев действуют общие правила, в других принимаются решения в отношении каждого конкретного служащего.